Успокоить дебошира или обезвредить вооруженного преступника – задачи, с которыми должен справиться каждый росгвардеец. Для этого приходится много тренироваться, не только на работе, но и в свободное время. У нас есть нормативы по физической подготовке – это бег километр, три километра, подтягивания обязательно. Чаще всего приходится выезжать на сработки, успокаивать дебоширов, людей, нередко находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Для этого нам нередко приходится использовать боевые приемы. Никогда не знаешь, кто и как захочет нарушить общественный порядок, признаются силовики. Готовым нужно быть ко всему, даже к перестрелке. И хотя оружие на практике применяется редко, отработать меткость не помешает. Хорошая физподготовка и меткость в стрельбе важны не только в работе, но и на соревнованиях. Сегодня подготовленность росгвардеецов оценили на конкурсе профессионального мастерства. Показать себя приехали стражи правопорядка со всех городов Хакасии. С основными заданиями участники справились без труда, но организаторы поставили еще одну неожиданную задачу. Они будут отрабатывать сигнал с тревогой, это будут практические действия. сотрудников, то есть мы будем уже оценивать, смотреть, как они отрабатывают, соблюдают меры личной безопасности и насколько все правильно сделают. Ну и, соответственно, задержат, так скажем, вымышленного преступника, который будет у нас спрятаться на объекте. Тревожный звонок поступил из студенческого общежития ХГУ. По легенде, там находится комната с секретными документами. Их пытаются украсть вооруженный преступник. Однако о нем знают только организаторы. Задача силовиков не растеряться, обнаружить и задержать бандита. Руги вверх. Отыскать преступника смогли все команды. Однако некоторые не заметили подводный камень – подельника бандита. Пару раз ему удалось ускользнуть. Жюри зачло это как минус, что сильно отразилось на суммировании баллов. По итогам соревнований лучи всех показали себя разгвардейцы из Абакана. В следующем месяце они представят Хакасию на окружных соревнованиях в Красноярске. Финал состязаний состоится летом в Воронеже. Виктория Китова, Александр Сердюк, РТС.